Дефицит горючего, который казахстанцы испытывают уже несколько месяцев, держит в напряжении автолюбителей. На многих заправках Алматы вновь пропал бензин АИ-92. А там, где топливо отпускают, выстраиваются огромные очереди. Не станет ли эта нехватка новым толчком для удорожания топлива? И что предпринимают чиновники, чтобы решить проблему? Расскажет Нургали Карабаев. Вот такие длинные очереди на заправках сегодня стали чем-то привычным для казахстанцев. И такая картина сложилась с конца лета, когда в республике возник дефицит бензина. В первую очередь топливные кризисы связались с тем, что цена на ГСМ очень низкая. Но, как показала практика, даже повышение цен на ходовые АИ-92 и АИ-93 со 115 до 128 тенге не исправило ситуацию. Бензина как не было, так и нет. Казахстан не может справиться с затяжным топливным кризисом. В Алматы уже вторую неделю нет ходовой марки бензина АИ-92. Сегодня в южной столице вновь собрались представители сразу нескольких министерств и независимые эксперты, чтобы понять, что делается не так. Правительством для стабилизации на внутреннем рынке нефтепродуктов принимаются следующие меры. Первое – это увеличение загрузки нефтью наших нефтеперерабатывающих заводов. Это первое. Второе – перенесен плановый ремонт Шимкинского нефтеперерабатывающего завода с октября текущего года на март месяц следующего года. Вот только аргументы столичных чиновников экспертам показались не столь убедительными. Вы знаете, выступление представителей отрасли – это позор и нонсенс, и вообще ни в какие ворота не лезет. Мы говорим про недозагруженные НПЗ. А чем их загружать, если нефть нам не принадлежит? Чиновники, в свою очередь, в затянувшемся топливном кризисе обвинили владельцев автозаправочных станций. Говорят, что продавцы бензина ждут наилучших для себя времен. Возможность удорожания бензина пока не исключают. Вначале повысили, ждали, ждали, что повысит. Наконец повысили до 115, потом до 128. И вот теперь ожидают, что в конце года еще будет повышение цен на бензин. Ну, 140, я думаю. Для алматинца Муслима Мамедова новый скачок цен может стать просто неподъемным. Из-за того, что стоимость самого популярного АИ-92 выросла до 128 тенге, ему уже пришлось сократить расходы на самое необходимое. Раньше я покупал одежду или вещи, скажем, на 20 тысяч, да, в пример. А теперь из-за того, что бензин подорожал, приходится, ну, тысяч 15-10. Продукты питания также, допустим, с камня я заходил в магазин на 10 тысяч покупал, да, а теперь приходится на 7, на 6. По словам экспертов, результаты онлайн-опроса среди населения показали, что при дальнейшем росте цен на топливо, некоторые автолюбители могут просто отказаться от своих машин. 56% опрошенных заявили, что они вынуждены были сократить использование автомобиля. И около 50% заявили, что при определенном пороге стоимости они вынуждены будут вообще перестать пользоваться автомобилем. Из-за частого отсутствия 92-го бензина, сегодня многие автолюбители вынуждены заправлять свои автомобили дорогими марками. По словам экспертов, таким образом казахстанцев приучают к новым ценам и новой психологии. Лучше дорогой, но в наличии, чем дешевый, но дефицитный.